Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган принял министра иностранных дел Азербайджана Джихуна Байрамова, находящегося в стране с официальным визитом. В ходе визита глава МИДа Азербайджана провел переговоры также со своим турецким коллегой. На совместной конференции с Хаканом Фиданом Джихун Байрамов отметил, что с первых дней Отечественной войны Анкара оказывала Азербайджану поддержку по всем направлениям и продолжает делать это до сих пор. Как министр иностранных дел мы, конечно, обсудили не только двусторонние отношения, но и трёх- и четырёхсторонние сотрудничества. Я считаю, что мы преуспели в связках с Грузией, Пакистаном, Ираном, Узбекистаном, Туркменистаном и Казахстаном. Особо перспективна платформа Азербайджан, Турция и Израиль. Также мы обсудили взаимоотношения наших стран в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и по другим международным платформам. С начала 44-дневной войны Азербайджан и Турция продемонстрировали пример дружбы, которая не имеет аналога в мире. С первых дней братская страна поддерживала нас во всех вопросах. И в этот переломный исторический момент Анкара поддержала нас. В свою очередь глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что Анкара продолжит оказывать всяческую поддержку Баку в вопросе возрождения освобожденных территорий. Он отметил, что после того, как Азербайджан положил конец 30-летней оккупации своих земель, на Южном Кавказе сложились условия для нормализации политической ситуации. Основная причина ухудшения турецко-армянских отношений – это 30-летняя оккупация азербайджанских земель. Сейчас, когда Азербайджан деоккупировал свои земли, мы можем говорить и о турецко-армянских отношениях. Самое главное, что сейчас должны сделать стороны – это подписать мирное соглашение. Мы внимательно следим за всеми встречами, которые проходят в Москве, США и европейских столицах. Армения должна прекратить все провокации, которые продолжаются до сих пор, несмотря на заявление от 10 ноября 2020 года. Ереван должен понять, что нормализация отношений с ближайшим соседом – Азербайджаном – выгодна всем странам региона. Это откроет большие возможности для сотрудничества во всех сферах. Продолжение следует...